В микрорайоне «Крутые ключи» праздник открылся новый современный детский сад. Дети и родители в восторге. Очень замечательный, очень большой, очень красивый, современный. Мне здесь очень нравится, ребенку тоже довольны. Тебе нравится детский сад, Варюша? Вообще садик очень понравился. Во-первых, он новый и очень оснащенный всем необходимым, в том числе и игрушками. Как тебе в садике? Расскажи, микрофон, говори. Детский сад рассчитан на 350 детей. Здесь уже приняли первых воспитанников. Пока укомплектовано 9 групп по 25 человек. Комфорт и безопасность обеспечены на самом высоком уровне. На всех этажах работает система дымоудаления. На территории садика и в коридорах установлены видеокамеры. Глава города Елена Лапушкина тоже заглянула в гости. Робототехника, мультстудия, интерактивное оборудование. Магнитный конструктор развивает моторику. А цифровая лаборатория помогает ребятам изучать физические свойства, такие как свет, температура и электричество. Елена Лапушкина подчеркнула, что работа по сокращению очереди в дошкольные учебные учреждения столицы губернии будет ускорена. Садик очень большой, очень востребован для данного микрорайона. Мы сейчас занимаемся вопросами возвращения бывших детских садов в периоде учреждений, которые там находятся в другие помещения. На следующий год у нас запланировано уже строительство тоже детских садов с ясенными группами, так что мы на этом не останавливаемся. Конечно, нас радует, что рождаются многих детей и этой работой заниматься всегда приятно. Позаботились и о детях, которые имеют проблемы со здоровьем. Для слабовидящих на входах расположены специальные световые кнопки, а на тротуаре тактильная плитка. Для маломобильных – скамейки и кнопки вызова. Детский сад рассчитан на детей с ограниченными возможностями. Это и маломобильные дети, и дети колясочники, то есть это дети ДЦП, колясочники, пандусы, подъездные пути к детскому саду. Глава города заверяет, проблем с наполняемостью детсадов не возникнет. До конца года откроется еще один детский садик в микрорайоне Волгарь. Андрей Горгуленко, Данил Лучко, Николай Сидоров. События.